Вы приехали в Ригу за несколько дней до концерта. Это так редко, наверное, приезжать куда-то, где концерт? Нет, это не принято. Дело в том, что Рига для меня является таким, я говорил вторым родным домом, но я потом, когда сказал по поводу второго родного дома, я стал задумываться о том, какой же мой первый родной дом. Я тоже видел это интервью и подумал, а что вы первым считаете? Второй родной дом – это постоянная единица, а первый дом – это такое понятие меняющееся, потому что в какой-то момент я родился в Беларуси, это был мой первый дом, потом я жил в Израиле, это был тоже мой дом основной, потом я жил в Австралии, 25 лет я прожил в России и теперь мой дом – это Испания. То есть сейчас, когда вы говорите «дом» – это Испания, там ваши кружечки, тарелочки? Да, там мои машинки, которые я собираю, там моя студия. Все перетащил из Москвы абсолютно, теперь я живу в Испании. Так что вот семья, дети, собаки – это мой первый дом теперь в Испании. А с Рига – нет, конечно, мы не приезжаем так заранее, вот настолько заранее, просто моя супруга – она рижанка, я с ней познакомился практически здесь, в поезде. Мы ехали на новую волну еще в темирные времена и познакомились с моей супругой – рижанкой, поэтому я в этот город приезжаю помимо концертов еще и вообще в Латвию отдыхать. В прошлом году мы здесь провели прекрасные две недели на природе. Сейчас просто приехали пораньше, во-первых, был самолет очень удобный, а во-вторых, потому что после нашего концерта мы отправляемся в путешествие в Исландию, поэтому я еще приехал со своим младшим сыном с четырьмя чемоданами, в общем, это, понимаете, целая история. Ну и, естественно, Ася, моя супруга, она это время с удовольствием использует для того, чтобы посетить своих родственников и плюс там какие-то, как всегда, есть какие-то дела, которые нужно где-то выписаться, вписаться, я не знаю. Я проснулся сегодня в номере, уже никого нету, она поехала по делам. Ну а вы здесь что первым делом посещаете? В Латвии или в Риге какие-то любимые места есть у вас? Знаете как, это все зависит от компании, от обстоятельств. Если есть возможность встретиться со своими друзьями, которые очень часто так получается, что мы все как-то в одно время попадаем в этот город, тогда, конечно, самое приятное это провести время в компании с друзьями. Ну, в данном случае посмотрим, я сейчас вот буду звонить вечером. На балконе у Алекса Дубаса. Да, на балконе у Алекса Дубаса, да. Кстати, он будет у нас вести, у нас будет концерт в Вирмале акустический 29 августа. Это будет программа акустическая, соответственно, надо иметь такой интерактивный характер. Это когда мы поем несколько песен, а из зала приходят записки. Ну, сейчас в современном уже формате это просто смс-ки. И Алекс, он будет у нас как ведущим, Алекс Дубас будет у нас как ведущим на нашем концерте, принимать вопросы и помогать нам на них отвечать. Ну, как помогать, потому что у него очень такое хорошее чувство юмора и сам по себе он человек очень добрый, поэтому такую вот миссию на себя он возьмет и вместе вот мы будем рассказывать о нашей жизни. В B2 там будет полным составом или? Конечно, полным, да. А за несколько дней до вы у Лайма на фестивале будет выступать? Именно. Лайма пригласил у нас на свой фестиваль. Я не знаю, сколько дней. То, что из газеты, просто у нас с организационными вопросами занимаются, там, понятно, есть люди, поэтому я в голове трудно держать. Мы титром снизу дадим. Да, хорошо, да. Вот, это будет по всей видимости выступление с оркестром, я так понимаю, то есть мы будем не все группы, приедем, двоим шуриком только. Оркестр рижский, местный какой? Местный, да, рижский, да. А это нужно как-то прям специально репетировать? Нет, они все, мы с ними уже играли тысячу раз. Это те, что «Ай, Варенье и Рига» были? Ну, я думаю, да. А правда, что Лайма отказалась петь с вами «Мой рок-н-ролл» и так пишут? Насколько? Да, но это не было никакой категоричностью в этом. Это написано, конечно, ну, слушайте, не читайте «Советские газеты» ни до обеда, ни после. Я готовилась, просто это первая новость, которая на этой неделе. Контекст идиотский, понимаете? Нет, она просто сказала, нет, я не буду петь мой рок-н-ролл, потому что ее уже пела Чечерина, то есть, собственно говоря, только поэтому. Это никаким образом к нам вот лично, чтобы это был какой-то конфликт, нет. Мы к этому относимся с пониманием, я вот видите, улыбаюсь. А что вообще делать с этой песней? Мы попытаемся сейчас, может быть, какой-то... Хочется просто вместе что-то спеть. Ну, вот Шурик, он очень любит себя, я люблю какие-то коллаборации. Вот. И у нас есть какой-то вариант, там, какие песни мы будем исполнять. Вот. Не получится, не получится, ничего там нет страшного. Это к отношениям с Лаймой вообще никакого отношения не имеет. Это просто технический вопрос. То есть, нет никакого конфликта вообще. Я думаю, что если был бы конфликт, я думаю, мы, наверное, не приехали бы. Эта песня довольно многострадальная, насколько я понимаю. Какой-то есть план ее перезаписать с кем-то, чтобы она как-то ассоциировалась с другой фамилией? Ну, у меня есть два взгляда на эту песню. Знаете, как история, есть история. И уже не вырубишь топором то, что произошло. И было там очень много знаков. Как-то так получилось, что вот в тот момент, когда мы искали с кем спеть, ну, выбор был, там, из вокалисток, которые на тот момент были популярными. Чечерина, вот, она, тогда вот, в этот период часто играли все песни. Я не знаю, как сейчас, что там происходит и так далее. Просто по поводу ее популярности. Короче, просто это такой кусок истории, который, ну, как, ну, просто делать из него какие-то выводы, я не знаю, абстрагируются. По крайней мере, интересно, что в клип, например, она в итоге не попала. То ли она была где-то занята, то ли что-то еще. И очень символично, что ее место в клипе заняла Ангеборга Допкунайта. Как-то это был каким-то знаком, наверное, того, что, в общем, в конце концов, может быть, это все как-то. Ну, в общем... Еще один балтийский след. Да, еще один балтийский след, да. И второй вариант, это если переписывать, то только с одной певицей, вы понимаете, это Земфиры. Это уже тут вопрос такой. Но я сторонник все-таки все оставить так, как есть, потому что историю не изменишь, и пускай это все будет каким-то определенным примером, не знаю, на будущее. А разговор Земфиры какой-то проходил на эту тему или пока нет? Ну, у нас были выступления на каких-либо, каких-то мероприятиях. Я помню, это лет, не знаю, там, она пела Шуриком эту песню на... Это было единственное фестиваль нашествия, который не состоялся на улице. Не помню, по каким причинам. И он проходил в студии нашего радио. И в этот момент, когда мы как раз вот играли наш сет, в это время появилась... Приехала на наше радио «Жизнь Земфира». И прямо вот по ходу... Это не было никакой подготовки, ничего. Прямо она просто вошла, можно сказать, в кадр. И это был такой сюрприз для нас и для зрителей тоже. Поэтому у нас вот есть такое совместное выступление. Ну, Земфира поет прекрасно. Она гениальная певица. Вот. Ну, скажем так, я вот так вот сам навязываться не буду. Если предложат, то... Последнее, что я помню, по-моему, в Риге это было, когда Чулпан выходила с вами петь. Год назад, что ли? Ну, эта песня, да, такая. То есть, в принципе, никто особо, в общем, кроме «Лаймы» не ставил тогда такой акцент на том, что кто был в оригинале исполнителем. Потому что песня, все-таки, это самостоятельный организм. Вот. Ну, что делать? Юля эту песню исполняет до сих пор перед... своей, так скажем, публикой, которая находится не на нашей стороне. Я хотел попозже про это, но сейчас спрошу. А как нужно вообще себя вести? Как вы себя ведете? Нужно ли разделять автора от того, что он написал? Вот, например, такой пример. Да, у меня в машине играет группа «Зверя». Та группа «Зверя». Вот что мне делать с их песнями? Они были написаны до. Понимаете, я... Ну, есть, конечно, явные какие-то ситуации, когда человек топит за войну. Бывают люди, которых прижимают к стенке. Вот. И я бы не хотел бы всех под одну гребенку подводить. Потому что есть обстоятельства, и я не имею такой... Такого права судить этих людей. Потому что, действительно, есть разные вещи. Вот, как я читал интервью «Монеточки», она сказала, что если бы моего ребенка взяли в заложники, я бы сделал все, что угодно. То есть, тут надо рассматривать, наверное, всю эту ситуацию вот с таких вот сторон. То есть, все-таки разделять на... Ну, вы понимаете, что все-таки Россия — это не все по войне. Там сейчас захватила власть ОПГ, которая серьезный, скажем так, соперник всем тем, кто против войны. И выступать сейчас в России против войны — это очень опасно. Поэтому многие уезжают, те, кто имеет такую возможность. А многие, ну, не знаю, кто-то старается хотя бы просто не способствовать этому. То есть, я бы сказал так, что все равно есть, конечно, люди, которые... Отказываясь от России, я знаю, что я там больше жить не буду никогда, но я не могу сказать, что вот прям там все фашисты. Вот. Мы будем объективными. То есть, так и есть. А вы не будете там жить, потому что не верите, что на вашем веку это прекратится или... Да, не верю, да. Нет. Ну, все равно, понимаете, даже если Путин и уйдет, там, как-то сам или его вынесут... Вообще, мне кажется, что его смерть наверняка будет какой-то комичной, как и вся его, собственно говоря, такая трагика комичная, как и вся его жизнь. Потому что, в принципе, это удивительный человек, который за огромное количество времени, которое он находится у власти, у него не получилось ничего. И, наверное, вот если не рассматривать вот эту кровь, которая вот сейчас льется в Украине, то в принципе можно было бы гомерическим хохотом смеяться над всеми его достижениями. То есть, человек, который просто развалил Россию. Вот и все. Развалил, уничтожил. Ну, какой-нибудь ультрапатриот вам скажет, как же Крым, Олимпиада, еще что-то. Это же очень важно. Важнее, чем холодильник. Ну, Олимпиада. В чем смысл этой Олимпиады? Сделать Олимпиаду, вложить туда какое-то сумасшедшее количество денег, а потом на следующий день сделать поступок, который просто полностью нивелирует вообще смысл, допустим, постройки вот этого курорта Сочи, который был придуман для иностранцев, наверное, я не знаю как, для всех, собственно говоря. Что такое вот эти курорты? Это ориентировалось на то, чтобы, наверное, со всего мира люди приезжали в Россию. Вот. И сейчас, я не знаю, как, нет там иностранцев. А вы сказали, что нужно любой случай индивидуально рассматривать. Возможно, из тех, кого там просто прижали к стенке. А вы таких, знаете, без фамилий? Ну, я знаю людей, которые, ну, понимаете, не у всех есть возможность уехать. Это действительно очень серьезно. Я-то эмигрант с опытом. Я в 19 лет уехал из Белоруссии, из Минска. Правда, для меня это была эмиграция осознанная. То есть я к этому, я решил, я готовился, уезжал осознанно. Поэтому у меня заняло там какой-то год собрать документы. Я даже для того, чтобы себя, как это, от армии, от еще по тем временам советско-белорусской такой, как бы, оттянуть. Я прошел, пошел, записался на курсы ДСАФ, получил права на грузовик, там, на кран, на все что угодно. Мне надо было затянуть время, чтобы я собрал документы. Это была осознанная конкретно поездка, то есть эмиграция. И я был готов испытывать и какие-то сложности, трудности. В общем, я понимал, ради чего я все делаю. А когда это все происходит в одночасье, вышибается из-под ног почва, и для тебя это становится, ну, таким, большой неожиданностью. И не все могут этот путь, вот этого такого внутреннего и внешнего сопротивления, уехав за границу, его пройти по многим причинам. Это начиная от обустроенности, заканчивая просто элементарной тоской по ностальгии. У нас такая же история произошла с нашим гитаристом, который просто, ну, не смог, вот, и все. И мы, в конце концов, сейчас поменяли, у нас снова гитарист, вот, человек не смог с нами двигаться дальше. А он вернулся в Россию? Да. А ему ничего не угрожает? Эта история имеет сложный характер. Я, как бы вам так сказать, чтобы… Я не хочу ничего говорить негативного, вот, но история была некрасивая. С его стороны? Да. А кто со знаком плюс из известных людей вас удивил за последние два года? Сейчас принято задавать этот вопрос, и вот разные фамилии всплывают. Вас, кстати, тоже иногда называют. Ну, наверное, да. Я думаю, что мы наверняка многих удивили, да. Я, по крайней мере, вот, я знаю, что многие, ну, как многие, некоторые музыканты, которые, ну, такие, как Шевчук, они, например, там, раньше думали, что мы придворная, придворная группа, только потому, что, в общем, мы удивительным образом нравились разным вот этой вот элите и часто очень выступали у них на каких-то мероприятиях. Наверное, да, мы вот кого-то удивили, я думаю. Хотя, в принципе, вот я честно могу вам сказать, что да, конечно, какие-то перемены произошли во мне, но этот вопрос никогда не являлся для меня предметом сложных раздумий. То есть, мои взгляды на жизнь, моя политическая позиция, которая заключается всего лишь в двух пунктах, это то, что выборы должны быть честными и власть сменяема. Во мне это присутствовало и до того, то есть, собственно говоря, в тот момент, когда мы стали понимать, что в России начинается съезжать в какую-то тоталитарную какую-то яму, тогда наше мнение, естественно, очень многие нас упрекают, когда мы говорили когда-то в начале нашего пути, что мы аполитичная группа. Ну, знаете, времена меняются, политика, она как-то вошла в нашу жизнь, и мы перестали быть аполитичной группой. Хотя я в большей степени, честно говоря, я говорю, наверное, о нашей, многие путают нашу антивоенную позицию и политические взгляды, потому что, в принципе, у меня до политики до сих пор, в общем, как бы, ну, наплевать на нее, потому что мне все равно, кто будет у власти, самое главное, чтобы она была сменяема и честные выборы. Вот. А то, что говорить об открытиях, с кем мы дружили, с кем у нас были очень теплые дружеские отношения, никто из них нас не разочаровал. Я никогда не дружил с Ромой Змеем, с Зверем, ну, конечно, скажем так, он одно время очень был таким ярым посетителем театра Гоуголь, вот он с Серебряником там общался, я вплоть до того, что я иногда даже к нему подойти не мог, в смысле, к Серебрянику, к Кириллу, потому что рядом стоял Рома, как телохранитель, собственно говоря. У меня были какие-то вопросы с Кириллом, потому что мы как раз фильм снимали, я прочитав книгу Петрова в гриппе, я на этой волне сделал песню как раз и узнал о том, что песню делает, в смысле, снимает фильмы Кирилл. Вот, и у меня были, так я не смог до него дойти, чтобы как-то соединить эти наши вот совместные работы, поэтому песня вышла отдельно, фильм вышел отдельно. Раньше, наоборот, мне казалось, почему у нас не клеятся отношения какие-то вот, ну, такие вот, чтобы они развивались во что-то дружеское дальше, там, с Галаниным, там, с Сукачевым, я не знаю, со всей этой вот тусовкой старого рок-н-ролла. У вас была коллаборация с Шахриным? С Шахриным была коллаборация, да. Ну, знаете, это было не дружба, поэтому как-то мы и не разочаровались, то есть, ну, собственно говоря, ну, я не хочу брать на себя такую роль вот человека, который клеймит позором, там, это их личное дело, скажем так, это их личная судьба, и она приведет их в какую-то точку. А как вы думаете, сколько в этом убежденности, а сколько просто подстроились под удобные события? Сейчас вот Сергей Галанин, про которого все забыли, на первых ролях? Ну, это естественно, потому что там, вы понимаете, как, самое интересное, вообще, ну, там, ну, уехали, не скромно, да, наверное, о себе говорить, там, в общем, уехала основная машина шоу-бизнеса, собственно говоря. Я не говорю про этих артистов, которые вот телевизионные, там, Киркоров и так далее, у них, в общем, кассовые концерты, они всегда проходили с большим трудом. А если бы не Омск, не тот баннер за президента и не те списки, в которые вы попали, как вы думаете, вы могли бы дальше кататься по России? Нет, мы все равно попали бы в какую-то другую историю, потому что я уже до этого, собственно говоря, успел наследить в Инстаграме, за которым они тогда очень так прям активно следили, потому что буквально ты, я даже не писал посты, я просто отвечал в комментариях на вопросы, и это сразу попадало в газеты, или мне звонили мои, как только началась война, вот еще вот эта вся неразбериха, когда непонятно, ну, действительно, много чего было непонятно, и мне звонили уже мои адвокаты, просто, и просили, чтобы я какие-то комментарии удалил, для того, чтобы, ну, вот на тот момент не было последствий, хотя я все равно, вот, ну, я думаю, что все равно бы это произошло, в любом случае. Я помню ваши лайки под постами Навального, и тоже задумывался, насколько это безопасно ставить лайки, там же пишут, там Лёва Бедва, и тысяча сколько там других. Да, и все равно, нет, это не, я вам скажу, мало того, что у нас, в принципе, я сейчас не рассказываю о том, какие мы, мы не герои вообще, то есть, я не герой, это все такое, у меня, как бы, воспоминания о катастрофе, скажем так, которая началась два года назад, буквально на второй или на третий день начала войны, а мы еще по НРС играли концерты, потому что вы понимаете, что когда группа находится в рабочем состоянии, а у нас был свой, своя уже, своя фирма, свой бизнес, который занимался и концертами, и всем остальным, то есть, мы всем занимались сами. У нас, наш график был продуман на полтора года вперед, то есть, я знал, в понедельник через год, там, где я буду находиться, вот, и у нас были какие-то, понятно, не какие-то, а настоящая ответственность перед зрителями, у нас был, то есть, никто не спрашивал, вообще, в принципе, никто не спрашивал ни у кого по поводу войны, то есть, война началась, собственно говоря, по решению одного сумасшедшего президента, собственно говоря, вот, поэтому из этих, из этого всего надо было потом как-то в течение года выбираться для того, чтобы уехать спокойно, потому что, не оставляя за собой какие-то долги и все остальное. Но на третий день нашего, когда война уже началась, мы где-то встретились, все наши группы, и наш светорежиссер, Давид Миссикян, он в своем инстаграме где-то устроил, там, какую-то бойню с украинскими подписчиками по поводу того, что мы будем вас всех вешать, там, не знаю, на Красной площади, вот, и, естественно, я пришел разъяренный, и, несмотря на то, что это был очень талантливый парень, До этого из него не сквозило ничего похожего? Мы никогда не, ну, мы всегда с уважением относились с человеческим, к мнению каждого человека, то есть, для нас было до войны, принципиально, это, скажем, профессиональные качества человека, То есть, если ты просто, ну, там, придерживаешься какой-то точки зрения, то есть, не было никогда никакой задачи, во-первых, это не было принципом, по которому мы принимали на работу, вот, во-вторых, ну, это просто человеческое уважение К какому-то другому взгляду на жизнь, вот, но эта ситуация, она, конечно, вышла моментально, он был сразу уволен, и после этого вышла огромная статья, где он писал, что он патриот, значит, вот, своей родины, а мы вот такие вот не патриоты Я говорю, что тут, это то же самое, что нас всегда говорят, вот, вот фильм «Брат-2» вас сделал знаменитыми, и у меня всегда есть такая версия, что, как бы, открывается окно возможностей у каждого человека в какой-то период, то есть, знаете, для меня это такое вот выражение, мой учитель Миша Карасев, он мне, как когда-то еще в начале нашего пути сказал такую вещь, что шанс придет каждому, просто надо к этому быть готовым, вот, так вот, в некотором смысле не шанс, а вот, если говорить о фильме, то не было бы фильма «Брат-2», было бы что-нибудь другое, то есть, когда ты начинаешь движение, и тебе начинает помогать вся природа вокруг тебя, то есть, природа, я имею в виду, включая и биологические тоже там жизни, люди, то тебе сама судьба начинает помогать, поэтому не было бы фильма, было бы что-то другое, третье, четвертое там, вот, в этом и заключается путь твоего развития, так вот, это то же самое касается и нашей позиции, которая, в общем, она бы проявилась в каком-то другом моменте, потому что просто иначе не может быть. Мне кажется, у вас в карьере было много таких точек, не только «Брат-2», «Последний герой», «Феллини Тур». Нет, биография очень интересная, я вот сейчас особенно, я могу сказать, что она действительно очень интересная, я еще не знаю, что будет дальше, поэтому… Насчет «Феллини Тура», да, я, насколько слышал, вы не очень хорошо расстались с группой «Сплин» или «Ев». Нет, мы не, у нас нет, у нас, как это объяснить, так, понимаете, в какой-то момент Саша Васильев вдруг перестал с нами общаться. Вас просто в какой-то момент перечисляли через запятую, был такой период. У нас была ситуация, у нас был корпоратив на острове, если не ошибаюсь, или Сицилия, или что-то такое, вот на каком-то островке итальянском таком. Туда было приглашено достаточно большое количество групп, 6, наверное, где-то из России. И мы в течение двух-трех дней играли в итальянском городе, прямо на площади, местные жители вообще не понимали, что происходит, а, собственно говоря, все это было ради какого-то там компании, там, нескольких человек русских, которые, собственно говоря, решили себе устроить праздник. Они там или живут, вы на этом острове, или что. И вот в течение, там, нескольких дней на сцене, на большой сцене в этом маленьком итальянском городе играли группы, включая сплин, соответственно. До этого у нас отношения были, в общем, прекрасные. Вот. Ну и Саша Васильев развязал и ночью устроил бойню. Вот. Избил нашего гитариста, там, в общем... Не того, который вернулся в Россию? Того. Как закольцевалась история. Закольцовалась, да. В общем, ну, слушайте, бывает разное, понятно, что музыканты, я тут про себя тоже ничего не знаю, я не святой. А Саша Васильев, мне кажется, он не агрессивный, нет? Мне казалось... Ну, я не буду сейчас говорить о вещах каких-то, которые запрещено говорить в пространстве вот таком информационном. Вот. Ну, пить ему действительно нельзя. Янчик сейчас мой соавтор, мой друг. Это мой следующий вопрос был, как они расстались. Да. То есть он неоднократно, собственно говоря, рассказывал мне истории, когда Васильев, там, иногда войдя в штопор, там, во время гастроли, в общем, проявлял агрессию. Он говорит, это Янчик, говорит, я столько раз с ним, в общем, в принципе, просто дрался. Ну, это вот человек просыпается утром, и он становится опять нормальным. То есть вот абсолютно он не помнит ничего, он со всеми дружелюбен. Вот. Ну, это было достаточно взряда вон выходящее, потому что он там устроил такую битву. Меня, например, моя супруга, она просто накрыла подушкой головой, подушкой голову, чтобы я не слышал, что Саша Васильев ломится в нашей двери, чтобы я не проснулся. Потому что, ну, чтобы это все не превратилось вообще в какой-то кошмар, не знаю, которым надо было уже решать уже каким-то другим образом. Не просто там успокаивать, а вызывать уже полицию и все остальное. Короче, в общем, произошла такая ситуация, когда вот Саша устроил такой дебош, А мы на тот момент времени исполняли на концертах песню Феллини, но не в варианте Васильева, Саша, а в нашем варианте. Потому что, априори, история этой песни заключается в том, что просто Саша предложил нам на волне того, что у нас тогда был общий продюсер Хип Пономарев. И он предложил нам аранжировать его песню. Он автор слов? Да. То есть вот тогда мы просто послушали под гитару, и моментально у меня родилась идея, как эту песню сделать. И, в принципе, вот это сингловое исполнение, ну, то есть сингловый вариант песни Феллини, который потом не вошел в альбом официальный, аранжировку делали мы, поэтому мы как-то вот вместе ее исполняли, и мы как-то сами ее исполняли на своих концертах, без Саши Васильева, соответственно. И вот после этого момента Саша подошел ко мне, значит, и попросил больше никогда не исполнять там песню Феллини. Вот у нас такая была небольшая словесная такая, словесная потасовка, вот, где мы друг друга, в общем, послали, вот, потому что я просто не понимал, то есть сначала вот этот выпад с этим, с этой агрессией вот этой алкогольной, а потом какие-то требования, в общем. Но вы не исполняете? Нет, нет, мы перестали, потому что у нас достаточно своих песен, собственно говоря, это было такое просто, ну, как... В общем, вот с этого момента мы друг друга послали, в общем, и мы перестали общаться. Это было вообще необоснованно ничем, то есть, вот я честно скажу, я человек не святой, вот, но не могу найти никакого, ни одного повода, вот, внутри. Я, естественно, после этого много раз об этом думал, кроме того, что просто в тот момент мы ушли уже от нашего продюсера, а он еще остался. И я думаю, что вот этот наш конфликт и вообще наш неприятие его нас, оно состоялось, видимо, при помощи, наверное, все-таки нашего бывшего продюсера, который так периодически о себе заявляет каким-то странным образом. Мы когда вот были в Таиланде, вот у нас была эта история с Сашей Подомарев, наш бывший продюсер, зачем-то написал огромную какую-то пост по поводу того, что он никогда в нас не верил, мы всегда были козлами, я не знаю, там не умели играть, в общем, и все остальное. Да он тоже давно не со спинами. Оскорбительная такая, причем я не очень понимаю, там с ним вообще очень много было чего такого связанного, я не знаю, я не думаю, что прям стоит об этом рассказывать, если вы хотите, могу рассказать. Но он вроде бы уже не со спинами давно. Нет, потом уже и не со спинами, но какое-то время он очень продолжал с ними работать, то есть я думаю, что причина, наверное, в принципе, вот я в этом уверен, наши ссоры, ну то есть нашего как-то, потому что мы не ссорились, это, наверное, все-таки хип, потому что я больше не могу найти никакого объяснения. Я знаю про него, если это про него, что он был герой частушки Яника Васильева про то, что он нюхает кокаин. Мы скинулись и взяли этот белый порошок, приехали к продюсеру, он дома был один, но он сказал, не буду больше нюхать кокаин. Я вам скажу так, что, знаете, мы начали наш путь профессиональный достаточно поздно для таких вот критериев таких, да, обычно как музыканты рок-н-ролл становятся там, если они становятся популярными, где-то там в 20 лет, а мы аж в 30 только начали нашу профессиональную карьеру, поэтому, когда я жил в эмиграции, я, например, кокаин вообще ни разу не пробовал, то есть несмотря на то, что это не было никакой проблемой, вот, кокаин я впервые попробовал благодаря Саше Хипу, и надо сказать, что, в принципе, у меня даже наступил какой-то момент, когда мне пришлось даже с него слезать настолько радикально, что я бросил пить, я уже 10 лет не пью и, соответственно, не принимаю тяжелых наркотиков. Тяжелых? Тяжелых, да. Но обиды на сплин у вас нет? К легкой промышленности я отношусь хорошо. Обиды на сплин у вас нет, в связи, потому что в прошлом году вы в Испании на их концерт ходили? У меня нет обиды на сплин вообще никаких, то есть я считаю, что Саша Васильев это один из самых великих, самых видных рок-поэтов вот этого периода, я не знаю, можно ли, ну, наверное, это наша волна, они начали раньше, мы немножко позже к ним присоединились, но мы все равно группы все одной волны примерно, то есть я бы сказал так, поколение Брат-2. Они в мае 30-летие отпраздновали. Да, ну, я могу свой анализ даже дать по поводу его музыки, что мне жаль, что в последнее время он больше к музыке относится как к чему-то такому, что сопровождает его поэзию, потому что поэзия у него сохраняется и продолжает быть очень крутой, вот. А к музыке иногда он относится с таким каким-то издевательством, то есть как будто бы он ее просто стал ненавидеть. Ну, это я в шутку все говорю, честно говоря, это его личное мнение. Вот, есть очень хорошие песни. Нет, он гениальный поэт. И прям, понимаете, еще такой вопрос, дело в том, что поэзия в чистом виде и поэзия песен, они очень сильно отличаются друг от друга. То есть, а в данном случае, если говорить о Васильеве, то он умеет сохранять вот эту и поэтическую сторону, которая может существовать самостоятельно вне музыки, и, соответственно, и с музыкой у него это все прекрасно сочетается. Знаете, поэзия – это такая вещь, которую можно читать самому себе под подушкой, накрывшись вот подушкой, и там поэзия будет заполнять полностью пространство вокруг тебя. А рок-поэзия, она без музыки существовать не может все-таки. Она должна сочетаться с, вот именно, я себя называю научным сотрудником, потому что я ищу вот эти точки соприкосновения слов и фонетики и музыки. То есть, одно без другого не живет. В этом есть, видимо, как свой определенный вот закон жанра. Хоть же слухи, что он написал какой-то текст, который у всех вызвал мурашки, но он не опубликован нигде. Ну, пока что… Есть, конечно, такая песня, да, есть такая песня, короче, да. То есть, я не буду комментировать. Да, песня шикарная. Она… Это песня, это не текст? Песня, песня. Она, песня прямо шикарная. Она, я думаю, что, наверное, о войне она одна из самых сильнейших, которые я слышал в своей жизни. А из того, что опубликовано на русском языке, что вам больше всего понравилось за последние два года? Опубликовано в качестве чего? Литературы? Музыка. Тексты, песни. Я сейчас утилитарно стал относиться к прослушиванию музыки. Я когда занимаюсь на беговой дорожке, дома просто включаю последние новинки. И честно скажу, что там рандомно, как что-то, если я слышу на русском, то я слушаю на русском. То есть, у меня вот сейчас такого вот суперинтереса для прослушивания музыки нет, потому что мы находимся в процессе записи нашего нового альбома. И мне как раз самое, что, может быть, кому-то покажется удивительным, я вообще люблю тишину. Потому что музыка появляется из тишины. А, как правило, то, что я слушаю современную музыку, мне просто необходимо... Ну, нет, я, конечно, если мне песня нравится, я ее... Там у нас есть вечера, когда мы там вечеринки включаем, какие-то сборники, друг другу делимся, какие песни вышли, что интересно. Но для меня важна просто общая тенденция какая-то, чтобы я чувствовал, куда развивается и движется вся музыкальная индустрия. Не вся, а именно та, которая меня интересует. Но когда я работаю с музыкой, то есть, конкретно пишу ее, я стараюсь меньше слушать вообще всего. То есть, у меня в этом плане... Чтобы это не влияло. Вот Шурик, мой друг, он, например, без музыки не может вообще. Он просыпается, у него... Он включает какой-то музыкальный фон и засыпает с музыкальным фоном. Или это грампластинка, я имею в виду, или это какие-то... То есть, он может после концерта, если... Бывают у нас такие случаи, когда у нас заканчиваются концерты, мы сразу переезжаем на машине в другой город, а это надо проехать километров 300, например, ночью, да... Вот, он после концерта садится, надевает наушники и едет и слушает музыку. Я так не могу. Я после концерта не могу слушать музыку. И до концерта не могу слушать музыку. Я не могу вас не спросить еще про одно сотрудничество, потому что мы в Риге находимся, про группу BrainStorm. Оно у вас тоже прекратилось, насколько я понимаю? Я не думаю, что это прекратилось. Я думаю, что это вопрос какого-то определенного времени. Я не знаю. То есть, я... Тут для меня самое главное, чтобы мы не потеряли наши дружеские отношения. Творчество хрен с ним. То есть, это тут... У нас очень много чего связано в нашей жизни, помимо сцены. И мы и дружили, и общались не только на... За кулисами. То есть, мы приезжали сюда здесь... Опять же, я говорю, что... Наверное, поводом для приезда в страны Балтии не всегда для нас являлся именно концерт. Потому что тут мы и отдыхаем, и что-то еще. И поэтому у нас, помимо наших каких-то творческих совместных проектов, еще объединяли и дружеские отношения. Вот. Я сейчас вот... Ну, я просто хочу сказать о том, что... Я очень люблю ребят. Считаю, что это просто настоящие люди. И меня больше беспокоит, чтобы наша дружба не прервалась. А что уж говорить о творчестве. Все наши песни совместные, ну... Они, в общем, были такими прям яркими. Рассчитывать на то, что вы вот этим летом выйдете на сцену вместе, не стоит? Я сейчас... Меня больше всего занимает новый альбом. Понимаете? Я абсолютно не строю никаких сейчас планов. Вот. У нас две большие задачи на данное время. Это... Наш... Вот... Поставить на ноги наш... Назовем это таким словом бизнес, да? Для того, чтобы мы уверенно могли смотреть, скажем, в завтрашний день. Это создать какой-то... Ну, какой-то бизнес, да, скажем так. Ну, чтобы он приносил нам удовольствие. Ну... Понятно. Деньги. И... 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 Возможность дальше заниматься своим делом. То есть писать песни, работать. Вот. У нас есть прекрасная русскоговорящая аудитория, которая сейчас живет за границей. И она разбросана по всему миру. И... И... Поэтому у нас есть для кого писать песни, для кого работать и что делать. И вторая... Какая же вторая... А что-то... Какую-то я хотел сказать вторую задачу, я забыл. Ну, у меня такое бывает. А каким будет новый альбом? Он весь после Таиланда записан будет? У нас вышли... В прошлом году у меня вообще не было никакого желания. Я вообще два года, честно вам признаюсь, я не прочитал ни одной книги. Не... Не... Я с трудом мог переварить вообще какую-либо информацию, которая... То есть я мог смотреть только американские эти вот... Американские, английские, особенно английские детективы. Еще скандинавские, какие-нибудь вот европейские. Вот знаете, где там в каждой серии раскрывается убийство. Вот когда можно просто тупо смотреть в экран и не... И просто отключать свой мозг. Потому что два года это была кошмарная депрессия. Это был слом, конечно, всего. То есть... Ну, то, что произошло... Понятно, что война началась не конкретно 22-го... В 22-м году. То есть она... Все это началось раньше. Но в какой-то момент показалось, что... Где-то уже на излете этого времени показалось, что, может быть, ситуация будет постепенно все-таки поворачиваться в сторону каких-то улучшений. Потому что мы принципиально не ездили в Украину только по причине того, что нам было стыдно, как мы жили в России. И получается, Россия, она была инициатором и донбассских всех этих вот... Старых этих всех... Каком-то году началось в 14-м, да? И Крым, и все остальное. И вот как раз перед войной вдруг какая-то появилась эйфория, когда мы даже вдруг единственные... То есть мы последние, наверное, потому что даже самые ярые какие-то там спорщики по этому поводу все уже переиграли в Украине за это время. А мы все никак не решались по причинам вот наших вот таких вот странных принципов, которые в итоге оказались, в общем, в принципе, правильными. Мы даже... У нас уже была дата на концерт в Киеве на лето. То есть зимой началась война, а на лето мы уже планировали концерт в Киеве, который, естественно, отменился, понятно. Вот поэтому, видимо, будем ждать каких-то лучших времен. В этом альбоме в текстах будет каким-то образом повестка отражена? Конечно, да. Если говорить о том, как началась история этого нового альбома, то просто Шурик видя мое такое вот потерянное состояние, он просто... У меня архивы есть каких-то песен, которые там, ну, где-то там не доделаны, где-то какая-то идея есть. Вот он у меня что-то взял, какую-то такую модель забрал, а Янчик сделал текст. И у нас появилась песня «Я двигаюсь дальше», которая стала первым вот синглом перед... синглом нового альбома. А Таиланд, да, он стал какой-то такой триггером, стал таким толчок. После чего просто появилось сразу четыре моментально, четыре песни. И сейчас мы решили сделать паузу, потому что это практически половина альбома. И я хочу сейчас немножко попутешествовать, отдохнуть, под мозгами переключиться, потому что самое главное — это не допускать эмоции в песне. А для этого нужно, чтобы этот весь материал переварился в тебе. И смена картинки, чтобы не заговариваться уже, когда ты в каждой песне говоришь об одном и том же. Музыку пишу я, текст мы пишем с Янчиком. Естественно, мы... Именно то, что происходит вокруг нас, естественно, проникает в песни. Просто не хочется это все делать совсем уж так прямолинейно, понимаете? То есть я не люблю такого, знаете, как утром в газете, вечером в куплете. Потому что, наверное, многие вещи нужно как-то внутренне рассмотреть с разных ракурсов, для того чтобы не делать однобокие выводы. Песня — это что-то такое, что хочется, чтобы оно существовало подольше. То есть, понятно, всему есть какой-то определенный запас какого-то времени. То есть забудут, в конце концов, всех. То есть через какое-то время появятся новые имена и все остальное. Но хотелось бы, чтобы все-таки песни, которые мы делаем, они не только ассоцировались с каким-то определенным... Вот я, например, скажу так событиям. Я вот, например, скажу, что вот песня «Депрессия», наша песня, «Мы выйдем из дома», она вообще, честно говоря, писалась не про коронавирус, конечно, вообще. То есть это была достаточно такая песня, рассказывающая нам о том, что когда мы выйдем уже из этого, ну, нашей пассивности, скажем так, да, то есть мы все стали тогда уже ощущать, что не хватает, ну, не хватает потенциала у какого-то там протестного гражданского общества. Вообще гражданского сейчас она не существует в России. И так получилось, что это и началась эпидемия коронавируса. И странным образом эта песня вот так вот приклеилась именно на тот период времени. Это звучало, как когда закончился там ковидный этот период, когда вот там все запрещали выходить там все. Вот. Она совпала с тем, что вот типа мы выйдем из дома наконец-то после ковида. Хотя песня совсем не об этом. Я недавно смотрел интервью, но из АМС. Он сначала войны выпустил песни 4, наверное. Его спрашивали, пишется ли ему еще, и он сказал, что как будто бы ему к этому больше нечего добавить. Он все сказал. Есть такое дело, потому что у нас вот к моменту, когда началась война, у нас практически был уже записан альбом. Ну, мы еще планировали туда включить еще песни 4, наверное. Но именно в момент, когда началась война, мы как раз закончили песню «Колыбельная», которая для нас стала таким вот нашим словом по отношению к нашим отношениям, нашим выражением наших чувств по отношению к войне. Вот. И для нас это наша антивоенная песня. Сейчас, да. То есть, понимаете, я и с Земфирой тоже разговаривал, что, наверное, есть какой-то предел определенный. Какой-то протестности. Вот именно такой тупой, когда ты просто вот говоришь о том, что типа там хватит. Наступило время, когда надо разбираться и, наверное, может быть, кого-то спасать своими песнями, кому-то что-то. Есть какая-то миссия. Я просто в этом понял. Это понял, когда сейчас, может быть, даже не миссия именно песен, может быть, я даже не знаю, как вам сказать. Я просто с начала войны, понимаете, езжу вот за границей и в каждом аэропорту обязательно встречаю каких-то людей, которые просто ко мне подходят и говорят спасибо. Мне очень приятно, но я себя не считаю, например, человеком, который стоит в авангарде борьбы с Путиным и со всем остальным. Потому что я, кроме как, собственно говоря, вот петь и говорить, я больше ничего и не могу каким-то образом воздействовать на все, что происходит. Но говорить об этом бесконечно только разными словами, это тоже неправильно, наверное. Потому что можно потерять какую-то свою суперзадачу, другую. То есть эти события, они происходят, ты высказываешься и надо двигаться дальше. То есть, насколько понятно, я говорю, я... Я вот насчет Пети говорить, я помню момент, когда я себе задал вопрос, почему группа B2 не дает вообще интервью. И ваше появление там на Урганте, ну до войны, да, появление на Урганте это было прям событие, то, что вас можно увидеть не на сцене. В этом году у вас уже вышло с десяток, наверное, интервью, если не больше. А почему вы раньше не давали интервью, не ходили на подкасты? Ну, я принципиально не ходил на... Все наши... В России тогда все было понятно, собственно говоря. То есть, наши песни, они... Вот горизонт событий, он весь говорит о том, что приближается большая беда. Я понимаю, что... Я понимаю, о чем вы спрашиваете, понимаете. И именно, наверное, может быть, поэтому... Как вам сказать, мы... Для нас было проще отказаться от интервью, нежели врать в нем. Поэтому мы просто вообще практически не давали интервью. То есть, то, что мы появлялись на Урганте, это была реклама наших каких-то песен. Но это не совсем интервью, да. Песен, это не интервью. Это просто шутки-прибаутки. Наша песня, вот, новая, пожалуйста. То есть, а что касается интервью вообще, мы их просто не давали. Потому что, ну, я не видел в этом никакого смысла абсолютно. Потому что правду говорить тебе или ее вырежут, или это будет... Ну, я не знаю как. То есть, все равно мы умудрялись... И вообще кто-то умудрялся пошутить над чем-то там, как-то скользь и так далее. Я, честно говоря, надеялся, наверное, на то, что... То есть, ну, исход войны... Знаете, есть такой документальный фильм, я забыл. Он то ли BBC, то ли... Скорее всего, BBC. Как стать диктатором, методичка. Там, в общем, в принципе, у всех диктаторов, у всех тиранов, я не знаю, как их там всех назвать, всех этих людоедов. У них у всех, в принципе, один и тот же сценарий развития их жизни. Вот. И последнее в этом длинном списке их действий, которые они... или не очень длинном, всегда стоит война. Важно, чтобы популярные артисты не молчали? Или мы переоцениваем важность музыкантов? Важно. Понимаете, бездействие — это тоже преступление. Ну, в какой-то степени. То есть, может быть... Надо, надо высказывать, конечно. Для меня, наверное, в юности, если бы я... Ну, для меня в юности в детстве авторитетом являлись люди, которые говорили о свободе. Это Гребенщиков, Цой, Шевчук. Я ориентировался на их взгляды. То есть, не то чтобы я им следовал каким... Ну, наверное, даже где-то исследовал, наверное, чем-то. То есть, это не было никаких призывов. Я просто через их интервью, через их слова оценивал для себя... Определял для себя векторы движения в своей жизни. То есть, это то, что устроило мой стержень внутренне. Там... Это то, что воспитало меня. Теперь я, наверное, представляю себе, что... Такую роль, наверное, где-то надо и мне взять на себя. Просто... Сейчас каждое... Каждое слово сказанное там... Ну, я не боюсь уже после некоторых событий. Да и вообще, в принципе, я теперь освободился от России полностью. То есть, я... Для меня нет закрытых тем. Я могу говорить о чем угодно и все остальное. Сейчас в Израиле проблемы, а я израильтянин. И... Моя поддержка, например, Израиля, естественная. Потому что я гражданин Израиля. Но при этом она необязательная. То есть, никто меня там не тянет. То есть, я это делаю сам абсолютно. Для того, чтобы понять, что там, например, Израиль проиграл информационную войну. И теперь нужно просто людям методично, спокойно объяснять. Там... И в каждый момент, когда ты выходишь на... На это поле один и говоришь какую-то вот... Такую вещь, на тебя сразу обрушиваются, ну, просто потоки какого-то дерьма. Которое... То есть, к этому надо быть готовым. Потому что ты находишься... Вот в момент, когда ты вступаешь в сопротивление с фашизмом, там, с какой-то... С другой какой-то проблемой. То есть, всегда находится огромное стороне... Количество сторонников... Количество людей, которые... К этому относятся негативно. И тебя включают... И ты становишься целью вот этого... Этого ненависти. И вот в этом, в принципе, состояние вот этой вот... И любви, с одной стороны. И гипертрофированной ненависти. Я живу вот, наверное, последние там, ну, два с половиной года. То есть, к этому надо быть тоже внутренне готовым. Чтобы, ну... Хотя бы просто по этому поводу, ну, как-то не брать это близко к сердцу. Ну, вот. Последний вопрос задам вам. Мы его часто задаем в конце. Над чем вы в последний раз громко смеялись? Ну, бывает, когда читаешь новости о себе. О себе? Что вас повеселило после? Ой, там просто откроется, и там все смешно. Ну, наберите в B2, особенно в Яндексе. В общем, это все... Там смешно все. Ну, я нахожусь просто. Ну, я нахожусь с! Пока!